Почти 30 тысяч граждан в июле воспользовались услугами многофункционального центра в Люберцах. О работе местных отделов МФЦ нашей съемочной группе рассказал их руководитель Александр Храпа. На сегодняшний день Люберецкие МФЦ оказывают населению почти 200 государственных и муниципальных услуг. Филиалы работают по принципу одного окна, что значительно ускорило процесс общения жителей с социальными структурами района и города. Не ходить к государственным служащим, они приходят к нам, они общаются только с нами, подают пакет документов. Далее этот пакет документов передается в органы власти и уже органы власти передают его обратно нам. И мы выдаем заявители. С появлением МФЦ получить документы стало проще и комфортнее. В залах ожидания нет столпотворения. Электронная очередь позволяет равномерно распределить потоки граждан. Самые востребованные услуги у Люберчан – это услуги социальной защиты, паспортного стола и регистрационной палаты. Кроме того, многофункциональный центр постоянно добавляет новые возможности для жителей. В этом году мы у соцзащиты забрали услуги по выдаче социальных карт, по выдаче временных удостоверений на проезд. Также мы сейчас планируем услуги паспортного стола, которые, я думаю, в ближайшее время будут оказываться у нас. Что интересно, недавно в МФЦ появилась еще одна новая актуальная услуга – получение электронной подписи. Что позволяет для заявителей, которые связаны со стройкой, для заявителей, связанных с которыми хотят получить услуги дома, это очень удобно. Тем более, мы сейчас движемся в таком направлении, чтобы все услуги у нас оказывались, ну не все, большинство услуг оказывалось в электронном виде. Сейчас на территории Люберецкого района функционируют 11 филиалов многофункционального центра. Их пропускная способность разная. К примеру, центральный офис МФЦ в день принимает около 500 жителей, в других – вдвое меньше. Только в июле их услугами воспользовались 30 тысяч люберчан. В планы руководства МФЦ входит увеличение не только возможностей для населения, но и открытие новых отделений.